Брачный контракт Он предполагает как одну из допустимых дорог развод Если с таким настроением вступать в брак, то, конечно, это совершенно не христианский союз Христианский брак подобен здесь, знаете, Дмитрию Донскому, который переходит в Дон и сжигает мосты Вот или мы все погибнем, или мы победим А если вот посмотрим, и на всякий случай мы подстелим соломку А вдруг не подойдет, а вдруг чего, то, конечно, построить малую церковь невозможно Это такое какое-то малодушие заранее, которое причем может все время искушать человека Очень сильно искушать Вы знаете, я несколько раз сталкивался с такой удивительной вещью Когда много лет прожившие вместе супруги фиктивно расторгали брак для того, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с жилплощадью Я всегда был против, но они обычно это решали сами, меня просто ставили в известности Они говорят, мы живем вместе, мы любим друг друга, да мы венчаны, говорили они И вы знаете, вот все эти разы потом брак рассыпался Когда появляется вот это искушение Даже вот такое, а кто она мне? Вот сейчас мы начали ссориться, а почему я должен ее терпеть? Юридически она мне не жена Захочу, еду Вот, понимаете, не нужно оставлять себе вот этих лазеек назад У нас у мужа и жены общее царствие небесное Что уж говорить о земном имуществе Бывают случаи, когда без этого нельзя, но это очень редкий случай Они связаны вот со следующим Пожилой мужчина, пожилая женщина, у которых уже выросли дети И дети очень сильно ссорятся и обижаются на родителей Если те вступают в брак, потому что чувствуют опасность по поводу имущества На которое они рассчитывают Законно рассчитывают Вот начинают сопротивляться всячески такому браку А перед пожилым человеком, у которого первая семья рассыпалась Он в этом покаялся, он пришел в церковь Он уже хочет строить семью, как малую церковь Перед ним встают вопросы Жить в блуде с человеком, которому он теперь появился Человек, которому дорог Или все-таки расписаться И вот, может быть, для успокоения родственников нужен брачный контракт Только в этой ситуации Для себя не нужно Это будет большим препятствием На пути к обретению счастья в браке Потому что счастье в браке дает любовь А любовь — дар Божий, который приходит в ответ на самоотверженное служение Жертвенное служение А какое же это самоотверженное служение Если ты часть жизни для себя оставил как отдельную Не получается тогда Поэтому вот во всех остальных случаях Мне кажется, что брачный контракт будет очень сильно мешать Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok